так ну немного организационных вопросов сначала семестр у вас будет с теми же самым правом оценки вот по тем же сам правилам что и в прошлом семестре то есть у вас будет два модуля это полусеместровый модуль по межпроцессному взаимодействию затем еще модуль по различным дополнительным фичам современных юных системах задачи и контрольные все то же самое то есть за каждый модуль ставится отдельная оценка а итоговая оценка в семестре это просто среднее арифметическое и так можно вопрос задать да вот по поводу контрольных я вот написал уже две контрольные я так и не понял как некоторые задачи решать и на семинарах это не обсуждается на лекциях тоже вообще семинаристы должны были разбирать уже после контрольных разбор задач контрольные они вообще больше по теоретическому материалу а не по семинарскому пониманию если у вас семинаристы это не проводили ну можем тогда после контрольных на лекции по желанию принимается и так тема нашего так ладно просьба выключить микрофон так тема сегодняшнего занятия это межпроцессная взаимодействие тут на самом деле несколько тем не начнем мы самого простого и очевидного способа межпроцессного взаимодействия это использование канала сначала о том зачем вообще нужно межпроцессное взаимодействие каждый процесс в любой юник системе это что-то самодостаточное изолированное то есть у каждого процесса есть свое виртуальное адресное пространство память процессы между собой не разделяют по умолчанию и процесс в общем случае могут взаимодействовать только с ядром для того чтобы общаться как-то с внешним миром но достаточно часто возникает ситуация что процессы все-таки должны между собой общаться и это нельзя сделать не имея единого адресного пространства то есть если вы хотите например сделать взаимодействие двух разных функций любой программе на любом высокого уровня языке программирования то вы можете использовать либо глобальные переменные либо передачу документов когда у вас запущены несколько процессов то это уже не получится и здесь уже приходится использовать некоторые обходные пути как процессы могут взаимодействовать друг с другом но каждый процесс может взаимодействовать с ядром а соответственно на ядро еще возлагаются задачи по организации взаимодействия между разными процессами какие есть способы процессом взаимодействовать между собой но самый простой очевидный способ для тех кто не знает о том как устроена операционная система кто не изучала коз не изучал курс по операционным системам это простое наивное решение создать какой-то файл открыть этот файл в разных процессах и писать туда какие-то данные файлы чем такой способ плох плох тем что вы не знаете в какой момент у вас произошли какие-то изменения файлы тут возникает целый ряд проблем начиная от синхронизации до уведомления других процессов о том что данные действительно появились поэтому такой способ он конечно иногда используется но очень плохой очень неправильно кроме файлов есть еще разные механизмы например сигналы что такое сигнал это некоторое уведомление от одного процесса к другому либо уведомление от ядра какому-то процессу например что выполнена какая-то недопустимая операция сигналы в принципе тоже могут быть использованы как способ межпроцессного взаимодействия но у них есть очень серьезные ограничения во-первых большинства юникс сигналов которые поддержатся всем юникс подобной системой есть ограничение связанные с тем что отправка сигнала просто проставляет флаг наличие этого сигнала у процесса и соответственно если одновременно несколько других процессов отправили сигнал то процесс прочитает только факт о том что сигнал был но не их количество ну и кроме того кроме номера сигнала вы фактически информацию передать не может в некоторых современных системах например linux и freebsd но есть еще дополнительный api для работы с сигналами это называемые сигналы регального времени которые позволяют отправлять какие-то дополнительные данные очень небольшого размера не превышающего размер машинного слота 64 бита и при этом в отличие от обычных сигналов их количество не теряется но все что связано с сигналами это у нас будет на одной из последующих лекций какие у нас бывают еще другие способы взаимодействия самый простой с точки зрения использования и достаточно удобный способ это последовательная передача данных для этого создаются некоторые файловые дескрипторы в которой можно писать и из которых можно читать соответственно если вы хотите передавать данные от одного процесса другому то вам нужно создать этот канал для того чтобы этот канал естественно должен быть доступен обоим процессом каналы бывает двух видов это неименованные и именованные именованные каналы еще называют фифа разница между ними в том что неименованные каналы должны быть созданы каким например родительским процессом дальше наследоваться дочерними а именованные можно открыть по имя ну у каналов есть некоторые ограничения несмотря на их простоту например взаимодействие может между собой могут только два процесса и если вам нужно организовать взаимодействие между собой нескольких процессов то требуется уже использовать более сложный механизм который называется сопи и кроме последовательного доступа есть более быстрый способ это использование какой-то общей памяти которая доступна сразу нескольким процессом как это сделать но вы уже это изучали в прошлом семестре на примере стены вызова и map там есть такой флаг мы шарит который в противоположность мы праве позволяет создать какую-то область памяти доступную сразу нескольким процессом ну и есть еще плюс несколько механизмов которые работают поверх и map для того чтобы можно было взаимодействие организм действий неродственных процессов этот способ взаимодействия между процессами является самым быстрым но при этом требует более аккуратной реализации например по части асик организации каких-то общих данных так тема сегодняшней лекции это именно канал и то есть механизм для последовательного обращения и самый простой способ создать канал это запустить некоторую команду в обычном командном интерпетаторе точнее запустить две команды между ним можно поставить вертикальную черту вот что это вертикальная черта означает начать нужно взять вывод первой команды и вместо должен приводить его на экран нужно просто перенаправить его на стандартный поток ввода следующий команд на самом деле 10 процессов может быть не два какое-то произвольное количество можно выстраивать целый конвейер из нескольких каналов нескольких команд никто у нас создает от самый канал создает его сам shell то есть когда команда интерпретата разбирать такую строку находит сначала все вертикальные черты дальше все что находится между ними запускаются как отдельные процессы которые работают параллельно друг другу и используют канал для передачи данных что такое канал и как его создать то есть что у нас делают команды интерпретататор перед тем как создать некоторые процессы он вызывает системный вызов пайп который существует во всех юникс подобных операционных системах это очень старый механизм поэтому есть везде в качестве аргумента пайп принимает массив то есть указательного начало из двух целых чисел это является выходным параметром то есть туда записывать массив два числа 0 и 1 соответственно левой и первые аргументы это два файла дескриптора поэтому один из них доступен только для чтения 2 доступен только для записи дороже не запутаться в том какой из элементов массива доступен для чтения какой для записи можно просто предоставлять собой канал как некоторую трубу в которой данные протекают справа налево тут просто есть некоторая аналогия что у нас есть стандартный поток воду которую номер 0 и стандартных вывода которого номер это единичка соответственно 0 файл дескриптора доступен только для чтения 1 доступен только для записи как можно использовать каналы но если у вас есть некоторая программа которая вовсе не обязательно взаимодействует с каким-то другим процессом то каналы можно использовать просто как механизм для передачи данных из одной части программы другое если кто-то из вас знает язык программирования гол то может знаете что там языке программирования есть такой тип данных как канал он же чем который позволяет передавать данные из одной гору тины в другую гору тину ну здесь естественно нужно аккуратно следить за тем чтобы у вас не было блокировок то есть ситуации когда вы записываете что-то не записывать канал но пытаетесь при этом прочитать хотя данных нет программа вас просто блокирует где можно использовать каналы без создания новых процессов например если вас программа многопоточная то каналы точно отдельные потоки могут точно также писать в канал как и обычный процесс давайте на этом простом примере рассмотрим как можно создать канал и его использовать так для создания канала мы используем системный вызов пайп которому нужно передать просто указатель на два последний лежащих целых числа обычно для этого используют массив созданный на стеке просто по той простой причине что два это очень мало и не имеет никакого смысла выделять память в куче после того как канал суток вы можете что-то писать в канал и что-то читать используя самые обычные системные вызовы read и write поскольку каждый элемент канала у нас является отдельным файлом дескрипта запись возможно элемент массива с номером 1 чтение у нас доступно в элемент массива с номером 0 запустим эту программу убедимся что она действительно работает вот мы прочитали какие-то данные из канала как только данные закончились то системы вызов read просто возвращает значение 0 и по этому признаку можно например прервать чтение и в чем бывает проблема при использовании каналов в рамках одного процесса давайте просто возьмем и поменяем две строчки местами то есть сначала мы попытаемся прочитать что-то из канала и только после этого будем канал записывать так запускаем эту программу и получаем получаем мы абсолютно ничего все прервать процесс можем мы с помощью control c почему у нас ничего не происходит потому что сначала мы пытаемся что-то из канала прочитать до того как что-то записали но естественно висим на том что рит у нас блокируют текущий процесс то есть переводит его состояние слип до тех пор пока не появится какие-то данные в канале либо канал не будет закрыть поскольку запись у нас последовательно идет уже после попытки чтения то данные у нас канале никогда не появляются одни мы получаем ситуацию название дедлог или мертвая блокировка когда программа не может ничего выполнить поэтому каналы в этом плане более смысле использовать когда у вас есть несколько процессов как это можно сделать вы создаете канал то есть создаете пару файлов дескриптор с помощью стеновой завопай и когда вы создаете новый процесс то новый процесс дочерний у вас наследует часть атрибутов от родительского процесса кто помнит какие атрибуты у нас наследуются при форке помимо файлов дескрипторов ограничения тоже ведь да это разные ограничения лимиты естественно файлы дескрипторы которые у вас открыты причем с теми же самым номерами и еще если у процесса есть разделяемые страницы памяти то дочерний процесс их тоже наследует ну и там плюс всякие мелочи например юзера иди группа иди и так далее используя тот факт что файловые дескрипторы у нас всегда наследуются дочерним процессом канал можно использовать как механизм межпроцессного взаимодействия и здесь уже мы можем создать какой-то дочерний процесс который либо читает либо что-то записывает поскольку процессы которые выполняют запись и чтения нас выполняются параллельно то здесь уже уменьшается вероятность дедлоком но все-таки она не нулевая и за этим нужно аккуратно следить давайте опять же рассмотрим это на каком-нибудь примере так создадим все то же самое у нас есть чтение с канала запись канала канал предварительно создается но мы функцию для записи в канал запускаем в качестве дочернего процесса да этот код у меня сразу предупреждаю немножко не тот идеал который я обычно требую на семинарах поскольку здесь нет проверки ошибок это связано с тем чтобы больше мест больше текста укладывалось на итак запускаем дочерний процесс в дочернем процессе мы выполняем запись в родительском процессе мы выполняем чтение что у нас будет происходить так лируем программу запускаем так честно получаем вывод который мы записали из дочернего процесса и а где же командная строка что-то у нас продолжает висеть ну ладно мы можем прибить нашу программу с помощью control c давайте внимательно посмотрим а что у нас могло пойти не так так мы запускаем дочерний процесс и дочернем процессе мы честно делаем запись каких-то данных закрываем канал завершаем работу процесса ну казалось бы все хорошо все замечать и мы можем наблюдать что родительский процесс который вызывает рид честно прочитал наши данные выявил что он прочитал столько тобой из пайпа все это выявил и завершение программа у нас не завершается чему это может происходить здесь требуется соблюсти некоторые правила что сделать системный вызов рид он читает не более чем то количество данных которые вы просите и возвращает количество реально прочитанных байт что нам рид обычно возвращает это возможные значения минус один если возникла какая-то ошибка если данные закончились и значение больше нуля если рид что-то прочитал то есть мы наблюдаем ситуацию что рид у нас ничего не возвращает просто ждет из-за чего это происходит потому что он пытается прочитать данные не знает о том что наш дочерний процесс завершился и канал закрыт но в программе то у нас процесс завершился он честно завершил свою работу вызвал exit ноль казалось бы что мешает нашему риду выполнять дальше мешает риду продолжить выполнять продолжить выполнение программы дальше то что у нас канал на самом деле не совсем закрыт давайте проследим за жизненным циклом нашего канала вот мы создали какой-то канал здесь у нас чем появились два каких-то числа обычно назначаются в качестве номеров самые минимальные неиспользуемые номера для файловый скрипта то есть это значение 3 и 4 затем мы вызываем систему за форк и что у нас тут происходит происходит нас следующее у нас существует две пары файл-дескрипторов с номерами 3 и 4 в предыдущем процессе и плюс пара файл-дескрипторов с теми же сами номерами дочернем затем запускается дочерний процесс что-то делает и после того как дочерний процесс у нас завершился он закрывает все файлы дескрипторы и все мы про это забываем нас остаются два открытых файла дескриптора в родительском процессе слону с номером 3 и с номером 4 соответственно процесс пытается прочесть данные из канала который пока еще не закрыт потому что с ним связан еще один файл дескриптор с номером 4 и тем самым канал не считается закрытым и эту ситуацию нужно обязательно проверять когда вы используете каналы совместно с системой the work не забывать о том что у вас могут создаваться лишние файлы в дескрипторе которые ссылаются на один и тот же канал и это может привести к ситуации дедлог как это можно избежать ну просто нужно по необходимости закрывать все что вам становится не нужно так вот у нас есть родительский процесс родительскому процессу очевидно не нужен файл и дескриптор связанные с записывающей стороной нашего канала поэтому мы должны эту часть закрыть так после того как мы закрываем эту сторону канала все хорошо все замечательно после того как дочерний процесс завершился он закрывает свою очередь свою часть канала и выполнение у нас честно завершается поскольку рид возвращает значение ну на самом деле здесь у нас есть еще какие-то лишние файловые дескрипторы сейчас они нам особо не мешают с точки зрения дедлога но они все-таки потребляют ценный ресурс по названием количество используемых файлов и дескрипторов этот ресурс тоже нужно экономить поэтому по-хорошему нужно еще закрывать например в дочернем процессе неиспользуемый файл и дескриптор канал для чтения с точки зрения поведения нашей программы это ни на что не влияет но может повлиять когда у вас количество файлов и дескрипторов является ограниченным так ну и какие у нас есть правила связанные с записью в канал в канал мы можем записывать в том случае если существует хотя бы одна читающая сторона если то есть на самом деле читателей у вас тоже может быть несколько это могут быть разные процессы например которые читают из канала если у вас читает из канала несколько процессов то кто из них что прочитает считается не определенным но если у вас не существует ни одного процесса который может прочитать из канала то есть вы предварительно закрыли все файлы-дескрипторы, связанные с читающей стороной канала, то эта операция запрещена, и тот процесс, который попытается записать что-то в канал, который закрыт, получаем ошибку в виде сигнала SIG-Pipe. Если у вас процесс выполняется как ранительский из командной оболочки BASH, то обычно BASH дает ошибку по названию Broken Pipe. Как это можно наблюдать? Давайте опять же проведем небольшой эксперимент. Программа, которая только записывает в канал, но не читает. Здесь мы в дочернем процессе пытаемся что-то записать в канал. Родильский процесс у нас вместо того, чтобы читать, просто берет и сразу же закрывает противоположную сторону канала. Сам дочерний процесс тоже он закрывает, но хотя бы по той причине, что ему этот файл-дескриптор не нужен. И что у нас происходит при попытке записать что-то в канал? При попытке записать что-то в канал, наша программа сейчас не грохнется, потому что эту попытку выполняет наш дочерний процесс. Соответственно, родильский процесс у нас честно отработал, а вот его дочерний процесс у нас грохнулся. И мы эту информацию можем получить через exit status, дождавшись код возврата нашего дочернего процесса. И можно наблюдать, что процесс не был завершен корректным образом, а был прибит сигналом с номером 13, которому соответствует сигнал SigPype. Если у вас такая ситуация возникла, например, из родительского процесса, то есть мы после закрытия канала просто напишем что-нибудь, записать в канал и какое-нибудь слово, то можем наблюдать диагностику, хотя нет, здесь не BASH у меня, а ZSH, он диагностику не отработал. А до этого случае чем отличался? Что-то я не понимаю. Здесь дочерний процесс у нас грохнулся, соответственно, у нас никакого вывода в текстовом виде нет, но мы через exit status узнали о том, что процесс не дошел до строчки под названием exit 0, потому что если бы он дошел до строчки exit 0, мы бы получили код возврата вот здесь. Вместо этого мы получаем, что процесс был прибит каким-то дочерним, каким-то сигналом, то есть он не был корректно завершен, получил ошибку broken pipe. Так, здесь мы завершились с кодом 0, видимо, потому что... Потому что... Так, код 0 закрытый, channel 1... Либо он не отработал... Так, я отработал... Да, здесь видим, что у нас ошибка не всплыла в командном интерпретаре ZSH. То есть это на самом деле ошибка, которых нужно избегать. Когда вы можете натыкаться на эти ошибки? На самом деле вы можете когда-нибудь косвенно или неявно все-таки делать запись, если не в канал, то хотя бы в сокет. Ну, например, если вы как-то взаимодействуете с каким-то удаленным сервером, то для сокетов действуют те же самые правила, что и для каналов. И запись в сокет, который был закрыт противоположной стороной, является ошибкой, которая также приводит к появлению сигнала SIG pipe. И если вы являетесь пользователем рабочего окружения, рабочего стола под Linux, причем активным пользователем, то иногда, наверное, встречали такие баги в программах, когда у вас что-то грохается с ошибкой broken pipe. Обычно это вот ситуация, когда не обрабатывается эта ошибка, вы пытаетесь записать в какой-то сетевой сокет, который был закрыт по причине того, что интернет отключился, сервер упал. Программа может грохнуться, но на самом деле такие ошибки можно перехватывать, про это будет в лекции, связанные с сигналом. Что у нас еще нужно знать, когда вы пытаетесь записать что-то в канал? Нужно знать о том, что размер канала у нас ограничен, то есть каждый канал это некоторый буфер, куда выполняется запись. По стандарту POSIX у вас гарантируется, что размер этой трубы не менее чем 512 байт. 512 байт на самом деле достаточно мало, и в старых реализациях Linux этот размер был 4 килобайта, в современных реализациях всех операционных систем его размер 64 килобайта. Соответственно, если вас никто не читает из канала, либо делает это медленно, вы можете смело выполнять запись использования системного вызова в райд, но до тех пор, пока не заполнится буфер, связанный с каналом. После того, как вы этот буфер заполните, то у вас система вызова в райд будет заблокирован. Вот простой пример. Запускаем некоторую программу, которая не порождает новые процессы, не создает новые потоки, просто записывает много данных в какой-то канал. И в случае успешной записи выдают информацию о том, сколько байт удалось записать. Запускаем эту программу. Вот выполняем запись кусочками по 8 байт. Запись пока еще идет успешно. Обратите внимание, что я здесь нигде не читаю данные, только выполняю запись. Все, в какой-то момент у нас буфер заполнился. Мы успешно записали 65 536 байт или 64 килобайта данных. После этого процесс переходит в состояние слип на 16 строчке при попытке записи. Системный вызов в райд просто ждет, пока кто-нибудь не прочитает из трубы и больше ничего записывать уже не может. Но поскольку у нас программа однопоточная, нет дочерних процессов, если никто не читает из канала, то единственный способ установить программу – это ее привить. На самом деле, поведение системного вызова read и поведение системного вызова write не обязательно может быть блокирующим. При открытии файлов, если вы внимательно смотрели Mac на системный вызов open, там есть такой флаг под названием on-on-block, который позволяет открыть какой-то файл в неблокирующем режиме. Что означает неблокирующий режим? Это означает, что вместо того, чтобы перевести процесс в состояние слип, когда чтение либо запись невозможны, у вас сетевные вызовы просто завершаются немедленно и возвращают значение в минус 1, так будто возникла ошибка. Но на самом деле ошибкой это не является. То есть в переменной erno прописано специальное значение eagain, которое означает, что у вас данных новых нет для чтения, либо закончилось место в буфере, и поэтому запись невозможна. Но при этом вы можете выполнять какие-то еще действия и, например, попытаться сделать запись в следующий раз. Все это хорошо работает, то есть вы можете открыть файлы с явным указанием флага on-on-block, но когда вы создаете какой-то файловый дескриптор, например, используя систему вызова pipe, либо когда вы создаете файловый дескриптор по socket, то здесь уже указать флаг явным образом не получится. И необходимо использовать дополнительно некоторый системный вызов, который называется file control, он же fcntl, который позволяет манипулировать атрибутами файловый дескрипторов. На самом деле здесь много всяких штук для модификации, но в данном случае нам нужно просто поменять какие-то атрибуты, связанные с открытием нашего файлового дескриптора. То есть сначала получить существующие, добавить флаг on-blog и вызвать команду setfax. Ну давайте просто посмотрим на каком-то конкретном примере. Вот та же самая программа, которая создает канал, ничего из него вроде как не читает и записывает много раз значения по 8 байлов, до сих пор пока не будет заполнить буфер. Но предварительно выполнены некоторые настройки. Мы получаем атрибуты нашего файлового дескриптора. Здесь мы можем в old flags узнать о том, что наш файловый дескриптор здесь доступен только для записи, но не для чтения. Добавляем к этим флагам еще флаг под названием non-blog и после вызова файл-контрол с установкой флагов наш файловый дескриптор уже становится неблокирующим. То есть что у нас произойдет, когда место в буфере закончится и системный вызов write не сможет ничего записать. В отличие от предыдущего случая, стимный вызов write не будет приостанавливать выполнение текущего процесса, а немедленно завершится, вернув значение в минус 1. То есть как будто возникла какая-то ошибка записи и при этом ошибку пропишет значение e-again. Это означает, что мы можем когда-нибудь повторно записать что-то в файловый дескриптор, но сейчас мы просто еще не готовы. Если мы вызовем чтение из буфера просто для того, чтобы опустошить буфер, связанный с каналом, то запись повторно у нас станет опять возможной. Вот тот же самый пример. Записываем все небольшими кусочками в наш канал до тех пор, пока не будет достигнут лимит. Так вот, лимит мы достигли и здесь вместо того, чтобы зависнуть, мы честно выдаем какое-то дегласическое сообщение. То есть мы попали в эту витку ifa, получили значение минус 1 и ошибку e-again. Ну и после чтения некоторого таймаута, пока я с вами разговариваю, мы можем продолжить запись канала, поскольку место там уже появилось. А место появилось, потому что там прочиталось? Да, место появилось, потому что был вызван вот этот вот стены вызов. Ну, как я уже говорил, у нас с каналом может быть связано несколько читателей и несколько писателей. Обычная ситуация возникает, когда вы создаете какие-то дочерние процессы, которые создают, в свою очередь, копии файловых дескрипторов, связанных с одним и тем же каналом, и возникает проблема, что у вас может быть несколько, например, дочерних процессов, которые читают из канала, или несколько дочерних процессов, которые могут в канал записывать. Возникает проблема, как узнать, кто записал и что записал, и как у нас вообще происходит смешивание данных в канале. На самом деле, ответ никак, узнать, кто записал и кто прочитал, в принципе, невозможно. То есть у нас данные всегда смешиваются. Но смешиваются они не совсем произвольным образом. У нас гарантируется, что есть некоторые минимальные атомарные куски данных, внутри которых данные не перемешиваются. По стандарту PUSIX, размер этого атомарного куска равен 512 байтам. В современных реализациях новых операционных систем этот размер совпадает с размером одной страницы, то есть 4 килобайта. То есть что будет происходить, когда два процесса будут записывать что-то в один и тот же канал, читать мы будем где-то, например, из одного родителя. То есть один процесс у нас записывает в канал строку hello, другой записывает строку world. И что ожидается... Да, делается все не параллельно друг к другу. Что мы ожидаем увидеть в родительском процессе? В родительском процессе мы видим, что мы получили два раза два независимых вызова read. То есть здесь у нас цикл чтения выполнился два раза. И read два раза независимо. Вместо того, чтобы прочитать максимальный размер буфера 4096 байт, он прочитал маленькие кусочки от каждого процесса по отдельности. Данные у нас не перемешались. То есть мы могли бы, конечно, наблюдать строчки вида H, дальше тубль, V, E, O, L, R, L, L, O, D. Поскольку процессы у нас выполняются параллельно друг к другу. Но этого мы не наблюдаем как раз за счет свойства атомарности. То, что данные размером менее 512 байт идут от них непрерывным куском. Так. Процесс у меня сейчас висит, потому что я тут где-то не дописал в дочерних процессах. В родительском процессе не написал закрытие каналы. Но это не особо принципиально. Чем важно это свойство? И где на практике вы можете наблюдать смешивание каналов? Ну вот обычное окошко терминала. Что такое обычный терминал? Это некоторая программа, которая запускает командный интерпретатор bash или что-то еще. И какие у нас есть пайловые дискрипторы, которые нужно с помощью каналов перенаправлять на терминал. Это стандартный поток ввода, когда вы от клавиатуры к к концу процессу направляете данные. Стандартный поток вывода, то, что нужно прочитать, отрендерить, как-то красиво нарисовать на ширину шифтом. А еще есть стандартный поток ошибок. И вот стандартный поток ошибок, он обычно в терминалах записывается тот же самый поток, что и стандартный поток вывода. Но при этом, если вы независимо пишете в стандартный поток ошибок стандартный поток вывода, вы все-таки данные можете на терминале прочитать, и эти данные будут содержать какой-то осмысленный текст, а вовсе не перемешанный по буквам. Так, ну и давайте еще раз вернемся к примеру, когда мы хотим запустить какую-то пару процессов и связать их с каналом. Что у нас представляет собой каждый процесс? Это процессы, которые имеют стандартный поток вывода и стандартный поток ввода. Когда мы создаем pipe, то мы создаем новую пару файлов-дескрипторов, и у этой новой пары файлов-дескрипторов есть какие-то, в общем случае, рандомные номера. Если у вас процесс достаточно свежий, то, скорее всего, эти номера будут 3 и 4, как самые первые неиспользуемые, но в общем случае это, опять же, рандом. Произвольные команды, например, если хотите использовать команду ls или wc или еще что-нибудь, они строго предполагают, что стандартный поток, с которым нужно взаимодействовать, располагается под строго определенным файлом-дескриптором. И как в этом случае можно поступить? Для этого существует системный вызов, который предназначен для создания нового файла-дескриптора из уже существующего. Есть очень старый файл-дескриптор под названием DAP, который создает просто копию файла-дескриптора. Зачем он нужен, непонятно. Видимо, когда-то очень давно в бородатых годах был нужен, но сейчас он, думаю, использует некоторые легоси. Более важное значение имеет системный вызов DAP с циферкой 2, который принимает два аргумента. И вот второй аргумент – это номер файла-дескриптора, то есть конкретное число, которое этот системный вызов должен вернуть. Что делает стена вызов DAP 2? Стена вызов DAP 2 создает еще один новый валидный файловый дескриптор, при этом со строго указанным номером, который вы ему передали. Естественно, может быть ситуация, что такой файловый дескриптор у нас уже был открыт, то есть уже существует. В этом случае он просто сначала закрывается, а затем создается новый файл-дескриптор с тем же номером, который указывает на какой-то другой файловый объект. Казалось бы, можно было бы просто взять, выполнить системный вызов Close, предварительно для какого-то файла-дескриптора, который нужно освободить. Будем считать, что этот файл-дескриптор у нас имеет уже минимальный номер. Дальше вызываем обычный DAP без цифры 2. Но это решение плохо тем, что это будут два отдельных системных вызова, и мало ли что произойдет, например, между ними, особенно если многопоточная программа, может что-то произойти, открыться новый файл, и файл-дескриптор будет замкнут. Системный вызов DAP-2 гарантирует, что закрытие и создание нового файла-дескриптора у вас всегда будет одной атомарной операцией. Ну и что полезного в этом ситеновый вызов? Полезно то, что мы можем в качестве второго аргумента указать какие-то стандартные номера файлов-дескрипторов, 0 для стандартного потока ввода, 1 для стандартного потока вывода, 2 для стандартного потока ошибок, и тем самым переназначить ввод-вывод любой произвольной программы, которая про это вообще ничего не знает, по нашей пайпе. на что-то более осмысленное. Так, давайте рассмотрим практический пример использования DAP-2. Вот у нас есть создание дочернего процесса. Дочерний процесс у нас... Да, предварительно мы создали пайп, затем дочерний процесс у нас заменяется на некоторую внешнюю программу. Для простоты это команда LLS. И дальше мы должны вывод команды LLS, перенаправить канал, ну а дальше родительский процесс читает данные из этого канала и считает, сколько байт мы прочитали, и выводит на что-то на экран с некоторым префиксом. Так, запускаем нашу программку. Вот честно мы получаем вывод, что LLS нам вернул 312 байт. Как можно убедиться, что у нас действительно правильный вывод, но опять же команда LLS, перенаправляем вывод на WC с опцией минус C. Действительно мы ожидаем получить 312 байт. Так, за счет чего это происходит? За счет того, что перед тем, как вызвать команду LLS, но при этом строго после форка, собственно, зачем вообще нужно делать отдельные стадии создания процессов и замены текущего процесса на другую программу. Для того, чтобы можно было что-то настраивать между форками и бизетом. Ну, например, настраивать лимиты, а еще переназначать файлы дескрипта. И вот в момент вызова стеновой завода 2 стандартный поток вывода для процесса, который потом превратится в LLS, у нас превращается в некоторый канал. Да, здесь, кстати, я немножко не дописал. Мне еще по-хорошему. Здесь еще по-хорошему. После DAP2 нам становится не нужен вот этот файловый дескриптор. И если мы не хотим, чтобы у команды LLS был файлный дескриптор с номером 4, надо его закрыть. Так, я проверю, что вывод тот же самый. Что можно не проверить. Так, что будет, если я не напишу вот этот вот DAP2? Если я DAP2 не напишу, несмотря на то, что канал у меня действительно существует, канал существует, но LLS при этом продолжает писать стандартный поток вывода, вовсе не в канал. И поэтому вот получаем обычный вывод команды LLS на терминал. Данные из канала мы не прочитали, просто процесс завершился и ничего не прочитали и не смогли посчитать количество BAT. Кстати, почему мы этот вывод все-таки можем наблюдать? Потому что мы, когда создали новый процесс, у нашего родительского процесса уже есть какой-то стандартный поток вывода. Соответственно, дочерний процесс стандартный поток вывода тоже унаследовал и честно выполняет запись у него. Так, ну и зачем вообще нужны каналы, где они реально используются? Ну, про один из примеров я вам рассказал. Это окошко терминала, который создает три канала, причем создает два канала. Один, в который пишет события от клавиатуры, уже отрендерен и из стандартных потоков вывода и стандартных потоков ошибок терминал рисует какой-то текст. При этом первый и второй файл-дескрипторы в терминале обычно ссылаются на один и тот же пайл, поскольку рисовать терминал многим терминалам можно все одинаково, хотя бывают терминалы, которые, например, раскрашивают разными цветами стандартный поток вывода и стандартный поток ошибок. Смогут их по-разному обрабатывать. Ну и взять любую какую-нибудь там среду разработки, тоже ссылаем, в которой вы пишете код, запускаете. На самом деле, C-Line не является реализацией компилятора, не является реализацией оплатчика, он просто запускает команду GCC, C-Line, GDB как внешний утилит, при этом используя команду и стандартные поставки вашего дистрибутива и взаимодействует с ними просто отправкой каких-то текстовых данных, опять же, через обычные потоки ввода и вывода или это используется канал. Ну и, например, взять какой-нибудь видеоплеер на базе M-Player. M-Player – это консольный видеопроигрыватель. Понятно, что видеоконтент через каналы гонять – это очень тяжело, и так никто не делает. А вот управление самим плеером, то есть переменка вперед-назад, звук громче-тише и так далее, выполняется, опять же, через стандартный поток ввода, стандартный поток вывода. Ну и на самом деле, примеров испортных каналов очень много. При этом у каналов есть некоторые ограничения, но, во-первых, это файловый дескриптор. Соответственно, между собой взаимодействовать могут только родственные процессы, которые, например, унаследовали эти файловые дескрипторы от родительского процесса. Если вы запускаете, например, в разных вкладках терминала разные программы, которые хотят между собой взаимодействовать, то они друг по другу естественно ничего не знают и как можно здесь все-таки заставить процессы между собой общаться. Для этого есть специальный случай каналов, которые называются именованные каналы, еще их называют файлы FIFO, first in, first out. Это специальные типы файлов, создать их можно с помощью команды mkfifo. Давайте с помощью mkfifo какой-то канал. Так, вот у нас файл, который имеет размер 0 байт, специальный тип под названием FIFO. В Linux немножко по-другому выводится так будет выглядеть, но суть в том, что у нас файл-тайп это некоторые FIFO. У файлов типа FIFO есть точно так же права доступа, владелец, группа владельца и так далее. Но какой порядок работы с этим файлом? Давайте пытаемся из него что-то прочитать. Пытаемся что-то прочитать из канала. Вот стены изовкат у нас в подвес и ждет, пока эти данные появятся. Когда эти данные появятся? Ну, мы можем теперь в другой вкладке терминала взять и что-то записать в наш канал. Записали и теперь мы в другой вкладке получили это значение. Что будет, если мы сначала запишем что-то в канал, а потом пытаемся прочитать? училито эхо у нас зависает, поскольку она не может открыть этот канал. В данном случае просто системный вызов open при попытке открытия файла ждет, пока кто-нибудь не откроет противоположную сторону этого именовного канала. И после того, как мы читаем что-то из канала, эхо у нас завершает свою работу. То есть поведение здесь точно такое же, как у обычных каналов пайпа. при этом у нас все-таки у FIFO есть ограничения, но и у обычных каналов тоже, связанно с тем, что они позволяют организовать взаимодействие только двух процессов между собой. Если вы будете использовать обычный неименованный канал для взаимодействия нескольких процессов, то вы никогда не узнаете, кто вам данные записал и никогда не узнаете, кто у вас данные прочитал. Ну и для именованных каналов FIFO тут ситуация та же самая, то есть вы можете попытаться читать из одной вкладки, можете попытаться читать еще из какой-то вкладки и теперь делаю запись в какой-то канал. Вопрос, а где у нас данные были прочитаны? В вкладке номер один или в вкладке номер три? Давайте смотрим. Вкладка номер три, вывели, вкладка номер один, ничего не вывели, но работу завершили. То есть поведение здесь считается неопределенным. Кто случайным образом первый смог прочитать, тот и прочитал. И поэтому для организации взаимодействия нескольких процессов каналы как именованные уже не подходят. И здесь надо использовать чуть более сложный механизм, который называется socket. Про socket у нас будет отдельная лица. последнее ограничение связанное с каналами. Опять же немного забегая вперед в современных системах Linux и BSD и macOS есть разные механизмы, которые позволяют работать с большим количеством файлов дескрипторов и сделать достаточно быстро, поскольку они обрабатывают события готовности файлов дескрипторов к чтению записи открытия. Они работают с разными файлов дескрипторами, в том числе с каналами, но поддерживают неполный набор событий. Например, события готовности к чтению, готовность к записи они умеют обрабатывать для каналов, а вот события связанные с закрытием канала противоположной стороной они уже отследить не могут. И здесь есть некоторый функциональный аналог канала, который называется socket pair, то есть пара из двух локальных сокетов, но поддерживаются не всеми операционными системами, то есть Linux, FreeBSD, Mac хорошо и замечательно, если взять какую-нибудь произвольную старинную Unix-систему, то такого системного вызова там может нет. На этом все. Вот Рудалия от Сбера уже научился рисовать достаточно реалистичные картинки, вот эту картинку он рисовал по запросу парик. Есть ли у вас вопросы? Здравствуйте, Виктор Вадимович, можно задать вопрос насчет записи? Где она будет на ее ссылку в Slack, чтобы я ее смог монтировать? Я эту запись кинул в Slack, в Google диск и кинул вам ссылку в Slack. Хорошо. Тут еще в чате вопрос, а нет никакой очереди? Ну, то есть FIFA, это же first in, first of all. для FIFA тут действует тот же самый порядок, что и для обычных каналов. То есть данные размером менее, не превышающие размер кусочка 4096 байт, они не перемешивают единым с лишним куском. Ну, а дальше кто первый случайно успел прочитать, тот прочитал. Следующий лекция также будет записываться, верно? Так, следующая лекция уже будет полноценная в аудитории насчет записи, это скорее вопрос к тому, кто, к лекторию FPMI. То есть, конечно, я могу делать запись, но у них это получается обычно лучше. Но с этого семестря я буду еще снимать опрос, когда это как лектория. Ну, в общем, стандартная съемка аудитории, все как обычно. есть ли у вас еще содержательные вопросы? Будут ли выкладываться на презентации постепенно или только перед первым я могу это делать, но напоминайте мне периодически. Презентация могу выкладывать тоже. Хорошо, я понял запрос. Сейчас тогда презентацию я могу скинуть прямо сейчас она у меня в iCloud. видео с некоторым лагом, поскольку зум требует некоторую обработку. Здесь нужно бы еще выложить на Google диск. Хорошо, есть ли у вас еще вопросы? Ну ладно, раз вопросов нет, тогда завершаемся.